Мир тебе? Мир. Видно, нет? Видно. А звук как? Хороший? Звук хороший? Хороший. Ну, слава Богу. Здравствуйте. 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 Да. Вот это. Наши православные здесь пришли люди. Понятно. Вот. Есть вот женщины, которые хотят к тебе поехать туда. Хорошо. Вот. Людмила здесь живет. А звук у нас нормально? Потом еще одна тут. Это Нина зовут тоже. Собирается тебе туда. Вот. И ехать. С Райхат я созвонился. Переговорили мы с ней. Вот это самое. Что. Но она вначале поедет в Татарию. А с Татарию уже в Потеряевку. Приедет. Она, видно, одна поедет. У нее не получается с нами, чтобы... Ну, не с нами. Я-то не знаю. Поеду или нет. Женщины хотят поеду. Валентина, да. Я ей сказал, что ты благословил ее приехать. Поклон тебе большой. А особенно от Нины большой поклон тебе. От болящей, милой. Спасибо, Христос. Ну, так вот. Вот все. Вопросы. Давайте ваши вопросы. Ну, да иди сюда садись. Сиди. Да я вообще не знаю. Иди сюда садись. Сиди сюда. Сиди сюда. Сиди сюда. Сиди сюда. Ну, вот и люду, чтобы видно было тоже. Ну, вот так вот. Вот так вот. Видно, Игнарий? Видно, видно. Вот. Не любезно. Это наши все православные тут пришли к тебе. Вот. Давайте вопросы. Ну, вот я по венчанию брака. Уже 7 лет назад муж у меня ушел к молодой женщине. Мусульманке. Вот. Ну, как-то я это восприняла уже спокойно, потому что не раз уже это было. Ну, брак вечерный. И вот это что теперь? Круг прервался? Венчанный круг он прервался? Так что? Не считается браком. Он не поймет, о чем ты говоришь. Я понял, что он ушел. А дальше-то что? Вот венчанный брак, он все уже недействительный, да? Ну, как? Для него недействительный, а для вас-то действительный. Вот я и хочу узнать для меня. Вот это вот, что он сотворил, это меня очень печалит и сильно. И вот у меня еще мучает то, что как бы может отразиться на будущем моих детей или внуков. Это никак не отразится? Никак, никак. Ну, слава богу. Меня мучил давно уже этот вопрос. А у Малисии больше ничего нету. Это слабость человеческая. Была бы вера, он бы так не поступил. Вот видишь, была бы вера, не так бы поступил. Какая-то, 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 какая-то вверущая голову. Еще, девочки, что-нибудь есть, давайте думайте о чем-то. А, девчонки, вот Света, хотела что-то спросить? Давай. Я пока послушаю. В июле что, можно приехать? Как вы, это, знаете, да как вот благословишь-то, в июле или когда приехать-то? Ну, в конце июня или в начале июля как? К 10 июля. Примерно 8 июля, чтобы были здесь. Все, к 8 июля, чтобы были. Да, июля, ля. Июля, да, я понял, что июля. У нас 10 июля будет крещение. Угу. Да. А сколько добираться получается, два дня? Да, два дня почти добираться. На поезде. На поезде. До какого, где? До Барнаула? Да, до Барнаула. Да, до Барнаула, оттуда до, это самое, до разъезда там есть вот такое. А мы маршрутку вышли. Я тебе, конечно, скину маршрутку-то. Если кто поедет на машине, то самый лучший вариант был бы. У нас нет машины. Нет, вы знаете, у нас сейчас такой возможности нет. На машине нет. А вот поговорить со Словаком, Владимиром Васильевичем. Вот Словак Владимир Васильевич, я тоже его узнал, телефон, адрес. Ну, пока поговорить с ним не получилось у меня. Это же Дегара? Да нет, это в Астане он где-то. А, ну, если что, он должен что-то сказать? Да, нам бы хорошо. Мы созвонимся еще. Время-то есть, да. И созвонимся, узнаем, потом сообщим. Ну, вот, там, Крещение, вот, это, Люд, куда пошла-то? Да сколько мы потеряли с работы, а с работы? Ну, с работы потеряли время уже сколько с работы потеряли. Только она сегодня видения будет. Нет, тогда возможность, ну, я побежал. Сами спрашивайте, кто-то. Я же страну еще хотя бы спросить. Так, ну, Сан, чего я сам спрашиваю? Мне нечего спрашивать. За Валеру я не хочу спрашивать, ничего. Там все решено уже давно. И Леша сегодня назначена этим ИО, церкви у нас теперь, Бугор там. Как церкви называют? Ты, ладно, ходим строить там всех, девчат, девчат. Видишь, какие мирские, какие мирские православные выросли. Ну, о чем она? Теперь обязанности на себя возложим в дом. Строим, строим. Я думала, что она строим, да. Теперь надо забыть про все болячки, про все давление, все. Теперь работает он у нас. Батюшки своего нету, да? Ну, у нас это... Ну, приезжаем. Отва района, куда-то как-то, два поселка. Да. Изучаем слово также Божие, знаете, все время у нас. Потому вопросов не очень много. Мы разбираем каждый день. Слово Божие, вот, твои где там книги, вставки вот эти вот. Потом вот это вот, что самое... Облажены все тела полностью, как штудировано все. Это каждое воскресенье этим занимаемся. Вот так. У нас хоть сейчас камера неплохая, сейчас лучше ли вы, чем там? Ну, конечно, лучше. Ну, вот. Ты хоть бы раз с Надей, хоть с Надей поздороваться. Сто лет уже, сколько я ее не видел. Она как-то для меня-то звонила. Она сюда нам звонила, а у нас ей так не было дома. Там как-то сделали нам, что вы звонили... Она сюда звонила ему домой, а попала ко мне домой, получается. Она мне звонила, а к ней попала. Все данные, и ваши, и ее. А ты кто такая? А тут переадресация так получилась. А я не знаю, что сказать. А ты, говорю, ты мой наставник. Идешь, что есть, скажем, мы-то такие есть. Ну да, так и есть. А по-другому что-то скажешь. Ксения, давай, скажи, спроси. А вот у меня еще вопрос. Давай, давай, давай. Я в отношении, я, конечно, это, ну, как семейная, да. И, ну, девчата все здесь свои. Как бы это, не знаю, когда в семье кто-то выпивает, это общее горе у нас. И мой муж тоже выпивал часто. Он как бы так вот на этой почве затерялся и ушел. И как бы и в церковь я тоже все усилия приложила, чтобы он ходил. И ходил, стоял и на службах, и причастие принимал. Вот Алексей помнит, да, это, конечно, радовало сильно. И, ну, все равно, как-то, наверное, вот это зла, наверное, больше было. Личо, вот он втянулся и так вот он ушел. Ушел, и вот, ну, это ладно, я уже говорила. Я в отношении еще сына, он тоже с ним, как по молодости, начал мясо возить. И как тот, значит, пригубил. Ты объяснишь, что такое мясо возить в саду? А, ну, заготовки вот эти, это сейчас время такое. Это кто как может так и живет, так они закупали и сдавали, есть для России. Потом привозили, деньги раздавали. Вот ездить сутки надо было, и он с ним тоже стал пить, мой сын старший. И сейчас вот бывает 2-3 месяца не пьет, но потом неделю потеряется. Потеряется, не слушается. Вот я правила такие использовала. 40 дней неупиваемой чаши молилась. Потом в Анифатию 40 дней и Иоанну Краншатскому вот эту краткую молитву. Достаточно ли этого? Или может что-то еще мне читать? Вот я не знаю, у кого спросить, настоять или нет, и ни у кого не спросишь. Ну, о чем нет, и не спросишь. Да? Да. Ну, знаете, мы с вами... На колени своими словами и плачь, и прости, и пасти за них. Вот и все. Вот так и в Анифатию, прости, и кого хочешь. Если бы у вас настоящие мусульмане были, к ним можно было бы обратиться, чтобы они на него обратили внимание. Они бы научили за один день не пить. Да, у нас, знаете, вот в Казахстане, да, я, например, вот по опыту жизни, вот уже сколько лет как бы, вот, да, я вот прям поражаюсь, у нас сейчас в Казахстане не меньше пьют, чем в России. Ну, все равно, вот и держат. Да, ну, прям, Люда, пьют. Да, да, мусульмане и из нас. Они сами пьют. Вот это вот сейчас такие расторжения брака идут, вот столько молодых разводятся, и вот все, и указывают почву, злоупотребление алкогольными напитками. А браки слышали? Нет, даже вот наши всякие браки, православные и мусульманские, вот, разводятся. Да у нас такие мусульмане, Игнатий, но у нас не те мусульмане. У нас они все пьют, эти мусульмане. Да, у нас все не было как разводятся. Ну, прошли, что нам все пьют. Ну, разу держат, все держат, это самое, а пить как пить, так и пьют. Ну, вот эта водка продается. Значит, теперь интересно, как за день мусульмане могут это чуть пить? Вы теперь нам не расскажете? А, да, вот вы так это... Вы нас заинтриговали, да? Это да. Единственное, что мне нравится, на поминках у них водку не дают. Вот так хорошо, вот без бармак, потом все вот эти вот восточные сладости, чай. А вот у нас, конечно, еще, если только православная семья, еще как-то обходится без водки. А вот так вот все равно водку набивают. Да, ну, кармашки. Да, да. Да, ну, левая двора. Ну, что, у нас как-то запомнили. Ну, вот все равно, Алексей, вот ты меня перебил вопросом, батюшке Игнатью не дал ответить. Я все равно хочу его послушать, что он мне скажет за сына. Он старше у меня, как бы, у меня столько надежд на него, он такой помощник, он и хозяйственный такой. Он вообще, если бы выучился, он мне помог младших выучить, сестру и брата. Сам не выучился, школу только кончил, 10 классов, 11. А вот они образование получили с его помощью. А сейчас вот так вот где-то, то шофер, то на охране какой-то, ну, 30-35 тысяч месяц получать. Вот. Что мне еще читать, или, может, я что-то неправильно делаю? Своими словами, простите. Алексей-то вам подсказывает, правильно говорит, на колени и молись. Тут ничего не сделаешь, других рычагов-то нет. Если бы были настоящими мусульманами, как в Саудовской Аравии, то они в один день бы его научили. Предупредили, а на завтра вы голову на шахет повесили, и все. А, жестко, как и блюдо. А, вот такой метод, да, как раз пошел бы хорошо. Мы не можем к этому призывать. У нас вообще ничего нет, кроме молитвы. Пост и молитв. Мы знаем только то, что пьяницы, сарствия Божия не наследуют. Это все. А вот он умрет, он совершенно негодный был. А вы сразу начнете подавать за него и в церкви ставить свечки. Вот беда-то где. Бил женщину, все пропивал. Умер, она неделю плащет, слезы не просыхают. А о чем плащет, сама не знает. Наверное, жалеет, что не добил ее до смерти. Как еще у русских говорят, если бьет, то любит. Народишь, говорят, бьет, любит. Ну, конечно. Еще такое вот для них, как бы, поблажь какая-то. Для мужчин. Народишь, я не знаю, что я работаю. Да, да. Ну, ты хочешь поехать туда? Да, ну, это надо как-то это, со временем, там, что я же работаю. Ну, надо как-то, чтобы как отпуск отпустили, что-то. Вот вы в конце июня наедете тогда? Ну, ладно, это потом, давай сейчас. Выключи отсюда, слышно ее отсюда, звук? Да, слышно. Признаете, слышно тебе сейчас, Люда, говорит? Люда, садись сюда иди. Иди, Ксения. Люда, иди сюда. Ксения, давай отсюда, давай. Я хотела спросить. У нас уже перепутал, у него столько девчат, он сыпкий тут. Я хотела спросить. У меня есть муж, мы с ним не венчаны. Он против моей церкви нашей. Против даже, чтобы я ходила. Он считает ее за все, кто за все. А как мне вот его изменить, переубедить, поставить на путь истины, что ли? Опять же молитва и долине. Только одни молитвы и все. О чем тут? Повторите еще раз. Ну-ка, повторите. Кто кому? Кто на ком стоит? Ну, вот она говорит так, я сейчас, Игнатий, она живет с мужем, а они с ним не венчаны. Это вообще какой-то брак. Ему могут не регистрированы никак. Она живет с этим человеком, и он против того, чтобы она ходила в церковь. Против ее посещений, занятий, что вот на занятиях мы бываем. Против всего. И вплоть до того, что бьет ее, понимаешь, за это. Это уже дело серьезное. И чем-то посоветовал в этом случае. Послушаться мужа, так он запрещает то, что Божье. Как тут его послушать-то? А если не послушаться, вроде опять, то маки получать надо. Господь же сказал, кто любит отца или мать больше, чем меня, не достоин меня. Все. Так мы про это все... Только говорили, задавайте вопросы. Вот и задавайте. Давай, молодец, молодец. Давай, еще раз давай. Есть вопросы? Вот часто же утешение. Света, Света, ты хотела что-то. Ну-ка давай. Утешение. Леточка. Свет, иди сюда. Иди. Да не стесняйся, ты иди сюда. Я еще подумаю, до июля приеду, спрошу. Не стесняйся, садись сюда. Садись. Спрашивай. Меня интересует больше всего внутреннее, душевное спокойствие. Как его обрести? Вот это хороший вопрос. Это от жизни зависит. А жизнь такая неспокойная. Если полностью на Бога надеется, то и во время бури будет спокойствие. Апостол Павел говорит, что уже 14 дней не вкушали хлеба и не пили. А вокруг море бушует. Поэтому вот подкрепитесь. Полная спокойствие во Христе. Полный покой. Я знаю, что буря на море мне не утишить. И то, что я буду сердце рвать на счастье, не поможет. Доверься Богу. И получилось так, что были выброшены на остров, а остались все живые. А никто даже не чаял остаться в живых. Доверься Господу. И ты увидишь, что сегодняшние беды, на которые столько много внимания обращали, завтра они уже будут другие. Вот сегодня нам кажется так трудно жить, но мы находимся в своем доме. А если в плен попасть, и каждый день тебя бьют, и ночевать будешь под дождем, как пленные солдаты, тогда сегодняшнее покажется такое хорошее. Как же я этого не ценил. Надо оценить то, что есть. А если вот, говорит, я не венчаная, то другое, но тебя селом тогда никто не толкал. Если оба было до уверований, оба, то этот брак признается. Если он желает жить, нормально живет. А если он запрещает то, что повелено Богом, слушаться не надо никак. Заранее ему показать рамки, где он хозяин. Вот. Наступило время поста. Вот спрашивает, ну а как быть, вот он хочет, чтобы мясное было. Ты скажи, я суп сварю, ты покупай мясо рядом, положи своей рукой. Я уже сварила почти суп. Тебе надо, клади мясо сюда, барашка ешь. Я готовить не буду, время поста. Не делай ближнему того, чего себе не желаешь. И он поймет, что вы личность. С вами надо считаться. Он лег спать, а ты молись. И ты увидишь, как что-то начнет меняться. Господь слышит, до времени испытывает нас, не его. Вот так. Поэтому первые христиане, они же тоже имели, не все одинаковые мужей-то хороших. Вот такой и был святой Блаженный Августин, а у него мать Моника. Моника, так звать ее. А муж был такой, пил и, видимо, и руки распускал. И на нее подружки удивлялись. Почему после получки у всех понари, а она свеженькая, а она добром, она любовью. Она знала, как обойтись. И в конце концов распутный сын обратился, стал святой, епископ в Японии. Такой, в Японийской области. А потом обратился и муж. И стал епископом. А надежды никакой не было. Она сама была уже за пояса. Сама пила. Но Господь все выправил. Она доверилась Богу. Муж ей дома сидит, а сын, там незнакомая женщина, ребенка она жила. Вообще распутный такой. Он на стадион, и она туда. Он свое смотрит, тогда были конские скачки, ипподром. А она сидит и плащет. И когда епископ увидел, как она заботится о сыне, он сказал, не может того быть, чтобы щадо стольких слез не обратилось к Господу. И он обратился, стал великим святым. Вообще вещь неслыханная была. С чем она взяла? Кротостью, смирением, молитвою. У Иоанна Златоуста был учитель Ливани, и звать его Ливани, язычник. И он говорил, какие жены у этих христиан. Христиане буквально поражали язычников, женами. Вот как сегодня чеченцы другие, как у них играется свадьба. Вот мы сейчас только смотрели. Какой образ жизни они ведут, какое смирение. Она глаз не поднимает. С посторонним ни одного слова не скажет. Никогда. Она даже ее привязывает к косу, чтобы она голову не наклоняла. Она не будет наклоняться, а раком стоять. А только поднялась и села, коленки пригнула, и все. Как она за гостями ухаживает. Все показывает там. Ну и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров про это говорит. И тут же жена его. И тут же дети. Нам учиться надо, а не поносить. У мусульман очень много хорошего. Но у них нет Христа. А без Христа нет спасения. И мы должны им это сказать. Кто не имеет сына, то есть Иисуса Христа, не имеет и отца. Вы будьте светильником там, говорите. Я с мусульманами много общался. С Казахстана приезжали через нашу местность. А там поселок Карповка мой дед был. Мамин отец. Она Мария Егоровна, а он Егор Иларионович. И у него казахи всегда останавливались. Ну их еще там нехристи, бусурмане. А дед их привещал. Кормил и, ну видимо, что-то там оставляли у него. Но ему коснулось один раз поехать где-то там. И он попал в их аул. На коне его кто-то закричал, что дед этот едет-то. Они его с телеги стащили и на руках по всему аулу пронесли. Какие они благодарные. Мусульмане. Видите, мы должны говорить о Боге. И они увидят наш Христос Спаситель. Он ждет и их покаяния. Я никогда не называю ни Коран, ни Аллах, ни Мухаммад. Я не проповедую чужую религию. Я им говорю о Христе. Вот мы ездили в Азербайджане были. Мы проехали всю Европу. И ночевали в доме у Муллы. Мулла это священник у них. Мусульманский. И все это записали на пленку. Жена у него очень хорошая. И она преподает там где-то в университете. У нее два образования. Она на четырех языках разговаривает. А муж на шести языках. Арабские языки знают. Они очень высокий уровень образования. И вот мы идем по городу. А ее кто-то там знакомый увидел. Это еще ваш муж на меня? Она говорит, нет. Это мой учитель приехал. Мой отец приехал. А сама прямо дрожит от радости, что я к ней приехал. Христианин. Да ты, наверное, уже христианка стал. Она говорит, да, я уже православная. Есть только доброты. Она, идем, а там парапет высокая, как стенка такая. Ну, ребятишки сидят, ноги свесили. Мы только маленько, шагов в десять прошли. Она говорит, отец Игнатий, расскажи им о Боге, о Христе. Я говорю, да они же по тебе не понимают. Понимают. Не понимают, не понимают, я переведу. Я подошел, стал говорить с ними. После этого пошли в православный храм с ней. Мусульманка. Мы с ней переписываемся. А потом пошли в мечеть. Как я в мечеть заходил, молился. А они у них промежуток между молениями был. Они сидят вокруг, эти ваххабиты-то. Все с бородами, усы побритые. Как они выглядят, суровые такие сидят. А я встал посреди мечети и стал поклоны творить. И кланяться в землю. У них там. А когда я с коленом встал, они меня плотным кольцом со всех сторон уже окружили. И дальше какая беседа была. Были в Дагестане. Проходим, а там в библиотеке и написано, комната нам для намаза, для молитвы. А мы спросили директора. Говорим, мы дернулись за дверь закрыто. А можно зайти туда помолиться? Он говорит, никаких вопросов нет. Мы идем, уже все открыто. Мы разулись, как положено. Зашли и все засняли. И мы начали царю небесный, утешителю, да отче наш. Там помолились все. И своими словами подняли руки и помолились о Дагестане. Там сейчас неспокойно. Что Бог дал мир. Чтобы люди Бога познали. И все это у них они там сами-то сами уже снимают. Мы не нарушили нигде ни одно правило у них. Прошли шесть мусульманских республик. Турцию. Какие люди хорошие. Какие они труженики. Мы там на открытом месте 12 часов стояли, молились в Турции. Нас русская мафия захватила. И мы не можем вырваться оттуда. Не выехать ничего нельзя. И Бог стронул, все разгромил. И нас проводили. Они достали еще подавать, поесть, попить. В магазин завели. Режут вот такие куски сыра. Мы говорим, да не надо никак. Помидоры, хлеба, лаваши свои. Все дают. И не деньги еще не взяли. А знают, что мы православные. Вот как. Вот отец Дмитрий Смирнов. Это правая рука патриарха Кирилла. И он говорит, вот подходит ко мне бабушка в храме. И говорит, отец Дмитрий, можно вопрос задать? А он говорит, иногда такой вопрос зададут. Говорит, не знаю, еще и отвечать. Я говорю, давай. И она говорит, вот я когда еду в храм, поднимаю руку, голосую. Если это мусульманин за рулем, он меня посадит. Я доезжаю, куда баба? А я говорю, да храм православный. Он говорит, остановится при входе в храм. И деньги не берет. Да как же я возьму? Ты же мне мать. Ты же молиться едешь. А если русский, он обязательно возьмет. Говорит, это моя работа. Он говорит, да ты бы ей помог заплатить счета. Да занес бы там вещи куда-то, на второй, третий этаж. Поэтому, говорит, мусульмане ближе ко Христу, чем наши православные. Ко Христу ближе они. То есть мы дорогой едем, заблудились, не знаем куда. Машина едет, подняли руку, а там мусульманин сидит. Ой, говорит, вы не по той дороге едете, совсем не туда. Ну, там не поймешь, вот такие перекрестки. Все. И он, езжайте за мной. И он нас вывел. И километров, может быть, я не знаю, сколько он ехал перед нами. Ну, а потом подошел, я говорю, как вас звать-то? Мы помолимся за вас. Он говорит, Ахмат меня звать. Ко мне подошел, у меня отец вот такой же, Аксакал. Это люди, которые нас не знали, не видели. А говорили, в Чечне не ездить, там только голову режут. А они нас приняли как родных братьев. Почему? Я не опровергаю никого. Действительно, режут. Но мы молились. Мы едем дорогой, у нас палатка военная, 2 метра на 2. Мы ее вытаскиваем, и тут начинаем молиться, кланяться. А если мусульмане где-то рядом молятся, они никогда в обиду нас не дадут. Они любят, когда люди молятся. Мы это видели. Мы проехали, считай, 3 раза вокруг земного шара. Мы видели это. Поэтому мы были когда в Баку, еще в советское время. Ну, билеты не достанешь никак. А мы глядим, тут мусульманки еще-то собираются и начинают молиться. Мы свое одеяло подняли, расстелили, а нас 6 человек-то. И тогда давай молиться. У нас на вокзале разрешат, а тут ходит милиционер, как будто не видит. У вас есть пример рядом. У них есть порядки. Как они со своим Курбан-Байрам, там все, как они справляют-то. И мы должны им говорить о Пасхе, о Рождестве Христа, где бываем с ними. Чтобы они увидели, что у них в Коране Иса называется, Иисус Иса, а Мария – Марья. Вот это надо сказать, что наш Иисус – это Бог. Второе лицо Святой Троицы. Они в это не верят. Они верят, что Он умер, как люди. И все на этом. А мы говорим на кресте. Он умер за наши грехи. Он вознесся в славе и придет с великой славой судить мир. Я был в Ленинграде. Там мулы, их священники собрались. И мы беседовали. И они говорят, нам горе будет, если сын Марии нас будет судить. А мы говорим, он как раз и будет судья. Мария 24 глава говорит. Вы там бываете, у вас такое поприще, вы другим говорите о Боге. И Бог, видя ваше смирение, ваши домашние дела вам покажут. Такие мелкие, вы даже забудете про этих мужей, там что-то не ладится. Ты будешь гореть, как свечка. Вот тебе и на ум не придет этот человек, который тебе покой отнимает. Ты в Боге будешь находить радость. У ног его, как Мария. Марфа суетилась, готовила. А Мария, говорит, избавила благую и счастью. Она слушала его. Она не могла насытиться сладкими речами его. Это просто пример. Да. Хотел спросить, вот как же мусульмане, они считают, живут как бы по закону Моисеева. Как же они лошадь-то едят вот это? Они не живут по закону Моисеева. Он был купец, очень любознательный, ездил везде. И он многое взял от иудеев, которые сами были еретики. Там заоастризм был в это время. И он тот от одного взял, другого, третьего и прочее. Откуда он взял конину есть? Ниоткуда. Потому что у них кони там есть в пустыне на конях. Если коня не съесть, у него есть нечего. Ну и в закон писал. У него у Мухаммада была одна жена. И закон иметь одну жену. Ну вот у товарища, товарища убили, а жена осталась. Он ее взял. Теперь в законе, говорит, пишет, две жены можно иметь. А потом третья, третья, наконец четыре. Ну его, говорит, отравили. Убили. Он четыре. А если бы он не умер, может быть, сорок четыре было бы, и сорок четыре официально было бы. Вот про одного пишут. У него, говорит, сейчас двухсотая свадьба. Двести свадеб было. Но ни разу закон не нарушил. Если он полюбил которую, четвертую за забор выбрасывает. Почему они носят покрышения? Вот если она не нравится, он сосед кричит, сосед, ты дома? Он говорит, да. Я развожусь. Он говорит, слышу. Я развожусь. Слышу. Я развожусь. Все. А она не имеет права уже в дом зайти. Что на ней есть, вот это ее. Почему она в ожерельях-то ходит вся. Это ее Сбербанк. И она уже выходит. Ребенок есть, если грудью кормят. Она имеет право его докормить грудью, оставить ребенка и выйти. Они совершенно бесправные женщины. Но она обеспечена. Вот русская вышла за него. Я, говорит, у него, говорит, третья жена. Я знаю, на третью ночь он придет в шкафу, костюм его висит. Она знает, любимая, нелюбимая, но он третью ночь обязан быть с ней. И он прокормит ее. У него хороший бизнес есть. А у нас одну не может. Жена его кормит, бродяжку. А он никуда не годит. Пьящушка, забул дыжник. Ножки свесит, да. Еще, говорит, он уехал, рассказывает, в город куда-то, пишет письмо. Меня дома как пьяница звали. Я теперь не пьяница, а алкоголик. На повышение пошел. На повышение пошел. Ну хоть признал и слава богу. Да. Ну ведь это мусульмане как бы от Агари пошли. Знаете, от Агари или как? От наложницы, от Абраамова. Да, это сыны Агари. Ну, Измаил вот этот первый. Измаил. Их корни все не найдешь, но мы знаем, откуда они идут. Измаил. И кроме того, Исав, Исавряне называют. У Якова брат был. У которого он первородство купил, Яков. Их так и зовут, Измаильтяне и Исавряне. Видимо, эти племена где-то они между собой контактировали. Приятный человек, Ильич. Да, тоже. Да, я еще. Ну, все. Я вот даже не верю. Алиса ей говорила. Я даже не верю. Ну, все он знает. Они вас тут хвалят. Хвалят тут и надо. Тебя тут хвалят. Да смотри, говорит, все знает. Ну, все знает. Ну, все знает. Не благородство столько человек. Благородство. У него любовь одна-то вся. Все любят с нами. И мусульмане любят. И со всех сторон. Мога. Это некоторые не любят. Мы все записываем, Алексей. Все записываем, высыпаем интернет. И вы вот это вот, что сейчас разговариваем, вы потом посмотрите. Я уже к утру постараюсь поставить. Ну, давай, мы посмотрим, конечно. С радостью. Да, я мне что? Хорошо, наоборот. Со стороны себя видишь немножко иначе начинаешь думать. Так, вроде, это не то сказал, а это не то спросил. Время зря потратил вот так вот. Анализ как-то делаешь. Сегодня разговаривал парализованный Сергей Козлов. И он задает вопрос, почему православных все не любят. Православных. Все сектанты между собой, они разница. Баптисты, адвентисты, там, пятидесятники. Но как только о православных заговорил, они между собой сразу объединяются против православных. А почему так? Потому что слишком насолили всем. Как православные-то себя ведут. Вот и мы получаем то, что есть. А как им доказать? Доказывать не надо, надо жить по-христиански. Что я могу доказать, когда мы все неправы? На работе все воруют, везде все тащат, пьянство. Никаких праздников не соблюдает. Христане знают, храм не ходят, лба не перекресят. Ну какие это христиане-то? Это обман один? Да, да, да. Все правильно. За стол сядет и лба не перекресят. Потому что они хотят держать, еще с нас смеются некоторые. Все так. Многие не могут держать пост, осуждают потом. Осуждают? А что осуждать? Ты сам постись, да и ни на кого не смотри. Ну, это понятно. Себе что, кто-то? Сама была давать себе отчетку? Умывается. Ущерпали запас на слове своих, да. Нет, надо научиться еще ближних людей. Не всегда не получать. А батюшка-то к вам не ходит на занятия? Батюшка нет. А он не местный же? Он не местный, он к нам за 50 километров приезжает. Батюшка. На занятия у нас это был один же Тогоры. И, кстати, вот хочу тоже тебя порадовать маленько. Алексей, мы с ним долго говорили. Он же в духовном семинаре учит. Я его говорил, добил до того, что он был завхозом, отказался. Говорит, вы торгуете в храме, а я не хочу с вами участвовать. И отказался, ушел с завхозов и не стал работать завхозом в церкви. Потому что то, что торговля идет в храме, я не буду. И вот сейчас меня тут поставили, я думаю, во время службы никакой торговли тоже не будет. А вот если бы была, платили святую десятину, десятую часть прибытка, и никакой торговли бы не было. Торговля запрещенная Богом. Господь порол этих торгашей, и кто покупает. А десятину Бог установил. Ее знать не знает, а делает все наоборот. Вот у нас торговля вообще... Сейчас объясни людям десятину. Один-два принесут, а третий нет. И вот вся эта десятина на этом закончится. Нет, это у нас же платят. Маленькая община, все платят. У нас в торговле вообще никакой нет. Свечи в ВОЗ покупают, бабушки сами льют, которые живут там отдельно. И вообще ни одной копейки у нас по храму нет. Ни с тарелкой не ходят. На стенке висит, на нужной церковной, кто надо положит и все. Мы к деньгам не прикасаемся. А деньги, которые кладут, их потом снимают вместе со старшей сестрой, там новорожденным, больным, куда все это купить надо, что на Новый год детям, на Рождество. Это же все делается просто. Надо учить. Это чисто христианское. Это должно быть сознание. Должно выучить людей. А так, если сознания нет, не каждый принесет. Кто сокроет, кто это самое. Один принесет, если вера такая искренняя у него. Тот будет носить, а другой нет. Ну хорошо, другой не будет, но вы его знаете, он не будет. С ним надо побеседовать. И сказать, что он не несет, не просто не несет, он вор. Господь говорит, вы обкрадывайте меня. А чем мы обкрадываем? Десятина и приношение. Малахия, вторая глава. Потому что мы заработали 90 рублей, а Господь положил десятку сверху и говорит, своей рукой отнеси и отдай священнику. Она нам не принадлежит, десятое счастье. Ты получил 10 тысяч, тысяча тебе не принадлежит. И Бог дал. Бог дал, это его десятина. Почему называется святотатством. Вот если я своровал, у тебя платок, я вор. А если я своровал и церковное что-то, святотатис. А десятина Богу принадлежит. Она не наша. И поэтому ты ее присвоил себе. Бог говорит, меня обкрадывайте. А молимся, да прийдет царствие твое. Царствие придет только наказать нас, как воров. Слушай, знаете, почему я не могу на ваши беседы никак выйти? Вот в пятницу и в среду. Не знаю. Один раз попал, и все, и слышал хорошо звук, все. Там присоединяйтесь. И зеленая трубка была. Я нажал и беседовал с вами тоже. Ну, там было на занятиях. А потом сколько ни пытаюсь, ну никак и не все, никак. Ну, ты не можешь, а я почему за тебя отвечать должен-то. Вот и вам, может быть, фуговки на штаны спадают. А ну, я знаю. И мы получили... Ответ понятный. Да, тебе досталось, Михаил Канал. Ну, а как же. А мне все, ты мне сколько по шлеям доставалось-то, ты не знаешь. Ну, раз один был, ты записал бы, где какие нажимают. Выходи на Сергея. Ты же не один, там приходит людей-то больше. Ну, там вот высказывания вот каждого из них, кто участвует в передаче, все на моей странице почему-то оказываются. Все эти высказывания. И вот эти вот. И я не пойму, кому это предназначено, вот то, что они пишут. Мне или другому, или там Сергею, или кому это предназначено. Этот вопрос задавал Евнух, говорит, а о ком это написано, Филиппу? Когда он на Колесисе был? Я, говорит, не пойму никак. Так что ищи, чтобы у тебя был свой Филипп и помог тебе. Эти Филиппы называются программисты. Да, поэтому так его, это, сзади, Никите, поклон. А тут трудится парень сзади, а видать, не видать его. Вон, привет, Никита. Вон он, Никита, встает. Иди, Никита. Садись сюда, рядом. Никита, помощник. Они сегодня сейчас ходили, Евангелие раздавали. С Украины приехал. Ну, я знаю, или историю, я его знаю, этого Никита. Как же не знаю. Ну, ты не жду нами, сапога, там, войди, Володя, с той стороны. Володя. Знаю, как он гвозди выгибал с нами. Давай, посмотри, что-то его видно было. Вон, Володя. Володя тоже. Привет, Володя. Вот так. Все наши братья. Понятно. У вас одни сестры, у нас одни братья. Да. Да. Никита, с высшим образованием тоже такой парень. Мне сейчас рассказывают событие такое. Вот за стенкой рядом прям, у нас два креста, то одно. Надежда Васильевна. И ты Володю Пенкина-то знал? Пенкина? Ну, как же я не знал, монашек. Ну, вот. У него там это, внущатка. Ну, тихо, тихо. Вот внущатке девочка маленькая там. Я не знаю, сколько ей, два с половиной года? Ну, я так, да. И звать ее Гликерия. Надежда Васильевна решила ей показать там какой-то мультик про волка. Ну, показала, а волк-то там зубами щелкнет. И она, Надежда Васильевна, за щеку укусила девочке-то. Вот я говорю, что посеешь, то и пожнешь. Есть детские мультики хорошие, такие, как «Принц Египта». Вот зарядите, найдите. Дети с удовольствием посмотрят. Очень интересно. И при том... «Принц Египта». «Принц Египта». Запиши, запиши. Нам тоже надо посмотреть, знаете. «Принц Египта». Это, понимаете, это... Хотя это мультик, но это не такой, который там дергается. Там прям как люди настоящие ходят. Очень высокий уровень. Это про Моисея. Как он народ вывел из плена. Как через море проходят. Как фараон гонится. Все такое. Я ролики твои все смотрю. Все. Как только наткнулся, все смотрю. Все. Абсолютно. Все нравится. Все хорошо. Все правильно. Особенно нравится, когда ты ротык затыкаешь там. И никто сказать ничего не может. Мы сейчас насчитываем наши занятия, которые я вел с 91-го года в Потеряевке. Ты увидишь их. Уже 10 уроков. А их будет всего 120. Это в книгах у меня с 1 по 6 том эти занятия. Тематические. По теме. Это вопросы-ответы. Нет. Не вопросы-ответы, а тема. Допустим, к нам приехали гости. После богослужения мы собирались. И я говорил об этом. На эту тему. Кто такие гости? Или, допустим, пожар был. Пожар. Что он означает? Все из Библии и святых отцов. А барабаш Игорь записывал на пленке. Маленькие кассетные были. А теперь стихи я перепечатал на машинке. Но считать людям как-то трудно. Мы тогда решили ее насчитать. И сейчас мы ее насчитываем. Видно, как мы сидим за столом считаем. Очень поучительно. Ты, слушая вот эти собеседования, многое узнаешь нового. Очень много. Я сам сейчас считаю, как будто это не я писал. Настолько много материалу там. А это не один, не два. Каждое воскресенье, это выходит, летом я был, ну сколько, три месяца, допустим, я веду. Три месяца. Ну, что там. В месяце четыре-двенадцать. Это, получается, чуть не десять лет я вел занятия. Сто двадцать сохранилось только. Занятий. Ну, какие здесь? Ты уже сорок лет ведешь. Они идут под номерами. Один, два, три там вы найдете. А вот что, каждое утро мы даем отчет, какой у нас день был, кто писал. Уже сто тринадцать. Кто-то дал тему, говорит, создайте такую тему. Ну, мы создали, ни одного дня не пропустили. Каждое утро выставляем ролик. Отчет за прошедший день. Людям это очень поучительно. Потому что вопросы задают. Что-то случилось где-то. Вот сейчас в Патриарх выступал в городской думе города Москвы. И попросили прокомментировать. И я в ролике ответил, как он там говорил. О чем говорил. Надо ли ему было говорить. Люди просят, прокомментируют. Как разбираться в этом. Вот он ездил с Папой Римским, встречался. На него сильные нападки. Что это? Действительно так? Сейчас там его не поминают. Там такую войну устроили. И тут выставили ролик. Выступает Ткачев, священник Андрей. И нас соединили. Хотя я с ним и не встречался. Я отвечаю. Что вы так сбулгачили-то? Уже все окатоличное. Уже все абсолютно. Уже бритые в храме. Как Папа Римский. Как будто бы старушка какая-то. Наш-то Патриарх рядом с Папой. Он как ангел выглядит. Внешне-то. Посмотри, какой он представительный. И сравнись с их Папой. Папа-то какой он. Сморченный. Старикашка какой-то сидит. А Патриарх-то какой. Какой голос у него. Ну и дальше. Крестить не хотят. Полное погружение. Как католики крестят. Винсы не надевают. Венчают сзади. Там держат. Ходят. Причищают кого попало. Эмпетимина. То есть уже все по-католически идет. Патриарх-то сейчас еще не сделал такого. Уже давно сделано. Ну и заглохли сразу. Я тебе писал на этот счет, что... Я ничего там вообще плохого не видел. Что он там с ним встретился. Ну что он встретил с ним встретил. Слушайте, какая бомба. Это дело другое. Он выступал в Думе и о Христе не сказал. Чуть не полчаса говорил. И даже слово Христос не произнес. А говорил о ржавых трубах, о туалетах. Как надо деньги платить, собирать. Да его ли это дело? Как будто это слесарь какой-то говорит. Да ты бы такого огня там бросил. Вся Дума горела бы. Главное, коррупционеры, воры-то сидят там все в Думе. Он ни слова не сказал. И я это все высказал. Его призвали-то как пророка-то, а он вышел как пастух. У него бывают пробу или хорошие. В Думе было, в Думе. Дума главный орган Москвы. Москва многоразована. Ну, более надо было сказать о Христе, конечно. Ни одного слова не сказал. Ни одного. Его-то вызвали как патриарха. Или вызвали, или допустили. Только бы и сказать. Не покайтесь, все так же погибете. Ни один вор Сарсия Божия не наследует. У него жена, у этого, у главы была тогда, у Лужкова, Елена Батурина. Самая богатая женщина в России. Она каждый день получает там 5, что ли, миллионов прибыли. А его отправили на пенсию, и пенсия им 256 тысяч. А у меня 6 только тысяч. А 35 лет стажа 6. 112 долларов на месяц. Ну, у меня такая же, как у тебя пенсия, Венако. Я все, ты, наверное, последний весь стаж у меня церковный. Все иконы писал по церквям, все. Вот это. И все. Он в трудовую зашел книжку, а зачитать не зачитали. Ну, ладно, мы все равно доживем. Мы уже говорим о Христе. Главное, увязать все с Богом. Как это в очах Божиих выглядит. Если мы не спасем душу, зачем жили тогда? Если, говорит, весь мир приобретешь, а душе повредишь. Какой выкуп дашь за душу свою? Какой? Да, я это понял все, Игнати. Я это хорошо понял все. Тысячу лет ты жил на земле, говорит, или 10 тысяч лет. У Бога не будет исследования. У Бога будет исследование одно. Живешь ли ты в Духе Святом? О чем Серафим Царовский говорил. Съезжание Духа Святого. Вот главное снижание. Это не денег. Поэтому всякое наше общение в Боге, оно приносит плод. Ты увидел, успокоилась, теперь не заботься ни о муже, ни о ком так, как о своей душе. Во славе Бога. А о них молись. И они могут обратиться. Самое ценное мир в душе. С Богом мир. Это самое ценное. Все, что нужно. Мне дороже этого, для меня сейчас ничего нет. Именно так. Ну что, вопросы есть еще какие? Нет? Ну да, наверное, заканчивать будем. Да и у тебя время отнимаем уже. Все. Спаси Христос Тебя. Спаси Христос Тебя. Во славу Божию. Все. Все, уже звука нет. Все. Храни вас Господь. Все, отключай звук. Уходи, я сам не знаю как. Света, отключай. Света знает. Света. Света, давай Света, отключай. А вот, вот, красный нажмел. О, пух, тут не нажимать же надо. Вот. Вот.